Приветули-красотули! Сегодняшний влог мы начнём с вами с укладки бровей. Мне без пэшел прислали какие-то новые продукты для бровей. Появилась какая-то новая. У них называется Хина. Вот мне прислали две масочки, точнее масочку и масло для бровей. Так называется. Я ещё, кстати, не пробовала, не распаковывала. Но это такая штука, как карандаш, который выдавливает средства. И здесь есть силиконовая лопаточка, при помощи которой можно наносить всё это на брови. Положили систему для укладки бровей. У нас есть Броуэнд Гоу. Корейский, производится в Корее. Короче, есть вот такая система. Первый этап, второй этап. И третий этап лосьон. Первый этап это у нас получается какой-то крем, стайлинг. Второй это у нас процедура тоже стайлинга. И третий этап лосьон, которым убираются средства, остатки краски, если ещё окрасить брови. Здесь у нас есть вот такая вот таблица, где указано, сколько выдерживать каждое средство при состоянии брови. И сегодня я хочу сделать эффект, как у них тут пишется, natural. То есть натуральный стайлинг. Каждое средство мне нужно выдерживать где-то 6-9 минут. Сначала нужно очистить мои брови. Я просто тоником спокойненько протру свои брови, обезжирю их. Сначала нужно расчесать. Теперь нужно нанести на брови первый состав. Саше, кстати, это очень удобный формат. Состав пахнет ужасно, конечно. Химия химией, ну, я так понимаю, так и должно быть. Сначала нужно нанести этот состав на брови. В этом саше как раз столько средств, чтобы нанести на две брови. Теперь нужно зачесать брови. Вот этой щеткой я беру и зачесываю свои брови по росту волос, как я хочу, чтобы они лежали. Они нам обещают стойкий эффект на бровях от 3 до 5 недель. Первый состав, он размягчает волоски и готовит их к процедуре укладки. И ставим таймер. После нанесения уже прошло минутка. Я поставила на 6 минут. Так, у нас, значит, прошло 6 минут. Я теперь снимаю этот самый состав. Так, этот состав рыжит брови очень сильно. Придется красить. Так, что по поводу мягкости? Волоски такие мягкие. Так, берем состав номер 2 и наносим его также на брови и зачесываем. Он идет тоже в таком саше, но уже оранжевого цвета. И теперь зачесываю все по росту волос, так как я хочу, чтобы они лежали. Смотрите, зачесала все. Тоже ставлю таймер на 7 минуточек. Прошло время. Этот состав тоже нужно снять сухим ватным диском. В общем-то, я вижу результат, что они уложены. Что хочу сказать по результату укладки? Мне нравится, как это все уложено. Они такие мягкие сейчас волосики. Их будет очень легко укладывать тушей для бровей. Но с таким цветом бровей я что-то не очень хочу ходить. Красить брови буду красочкой от Estelle в коричневом оттенке. Сейчас посижу так 10 минут. И берем состав номер 3 и наношу на брови его. Для усиления эффекта можно, кстати, до полного высыхания это средство оставить на бровях. Можно задавать им форму, какую хочешь. Направление волосков вообще без проблем. Вы понимаете? Вот смотрите, я раз зачесала. Раз зачесала вниз вообще брови. То есть они настолько податливые. И для кого-то это очень большой плюс. Особенно для девчонок, у кого густые и жесткие брови. Ну что, результатом я очень даже довольна. Смотрите, какие красивые брови получаются. Мягенькие такие. Ну что, походим с такими бровями от 3 до 5 недель. Накрасила, значит, брови. Практически ничего с ними не делала. Только тушью уложила. В общем-то смотрится неплохо. Но мне, если честно, непривычно состояние бровей, когда они, знаете, как будто прилипшие. Странно немножко. Но муж мне сказал, что смотрится вообще огонь. Говорит, хорошо тебе идет. Я, ну ладно, успокоилась. Если он сказал, что нормально. Ну, в общем-то, это лучшее одобрение. Ко мне же приходил второй раз мастер по котлам. Мне, кстати, сегодня звонили с Горгаза. В июле будут проверять у нас все оборудование. И, слава богу, они теперь понизили цену. Стоит это не 4,5 тысячи, как было, а 2,700. Так вот, на второй день пришел мастер и стал смотреть котел. Разобрал, короче, все. Сказал, что котел чистый. Его чистить не нужно. Он его обратно собрал. Говорит, ну давайте будем пробовать прочищать систему. Не факт, что это даст результат. Но оказалось, что он принес комприес большой. Оказалось, что наша вот эта вот оттопительная система, сами трубы, он все подключил и сливал в унитаз старую там вот эту воду, да. Девочки, там столько было песка. Вот если вот набрать вот так вот горсть, все трубы были забиты. Поэтому у меня были холодные батареи в комнате. И после того, как он все прочистил, заполнил опять систему, все работает просто как часы. И дома жарко так, что у меня отопление стоит практически на минимум. Многие, кто не знает, задаются вопросом, буду ли я оставаться в Геленджике. А кто уже знает, не знает причины. Я не помню, говорила я или нет. Мы остаемся в Геленджике еще минимум на 2 недели. Почему? Потому что вот этому товарищу нужно делать 2 операции. К сожалению, 2 операции товарищу необходимы. Потому что у него очень большие проблемы с мочеиспускательной системой всей. У него большой камень в мочевом пузыре, который невозможно растворить. Он больше сантиметра. И его надо кастрировать. Это необходимо. Не потому что там надо просто кастрировать, А это по показаниям нам обязательно нужно делать. Ладно, там чекануть его бубенчики это не проблема. А вот из мочевого пузыря, к сожалению, такой камень можно достать только при помощи полостной операции. Поэтому нам наш РЭМ. Мы уже сдали все анализы. У нас все прекрасно. Никаких противопоказаний по операции нет. Можно проводить. Еще у нас будет УЗИ. И УЗИ сердца. Потому что прошлая наша операция, которую нам делали РЭМ, вторую делал, сложную операцию по суставу ему, коленному, задней ноги. Он очень плохо выходил из наркоза, потому что операция была долгая. И мы еще полтора часа лежали с ним в кислородном боксе. Вот. Он чуть отошел. Девочки, вообще-то я думала, посиди и вообще всяк. Дай Бог, что будет все хорошо. И, ну, короче, не делать ее нельзя. Ни одну, ни вторую. А делать необходимо. Поэтому, во-первых, из соображений того, что у нас здесь хороший хирург. Девочки, реально очень хороший хирург. И плюс ко всему еще, как оказалось, это дешевле в три раза, чем делать в Подмосковье. Представляете? Как только нам сделают операцию и снимут швы, мы поедем в Подмосковье. Но им тут так нравится, вы бы знали. Они тут бегают. Солнышко сегодня целый день было. Все прекрасно. Мы сегодня не выходили гулять, потому что было много работы у меня. И мне был некий муж, мой муж с ними ходил. Вот. Скоро мы опять пойдем на прогулки. Ну, они тут, конечно, балдеют. Да, ты балдеешь. Ты красавчик. А умница какой. А красавец. Ты красавец у меня. И умница. Чего ты мне подмигиваешь? Мне, когда муж дома, я вообще ему не нужна. Вообще. Даже вот просто чухать на ручках, он готов свалить. Предатель. Ну, тут ты хвостом виляешь. Я налила себе кофеек. У меня, кстати, разгрузочный день. Я вот пью только вторую чашку латы за день. И я очень часто слышу, точнее не слышу, читаю, почему я удаляю негативные комментарии. Я вам сейчас объясню. Вот мне пишут, критику нужно воспринимать спокойно. Я воспринимаю критику спокойно. Критика есть конструктивная и неконструктивная, девочки. Конструктивную критику я воспринимаю хорошо и прислушиваюсь к людям, которые действительно конструктивно выражают свою критику. Но только в том случае, если этот человек эксперт в данной области, например, в любом, в волосах, в внешнем виде, в ремонте. Если человек эксперт, который мне говорит о плюсах, потом говорит о минусах и как их можно исправить, я спокойно отношусь к такой критике. А есть критика неконструктивная. Я даже не могу сказать, что это критика, это просто, простите, высер человека, у которого плохое настроение, который решил немножко плюнуть ядом в тебя. Я от этого научилась абстрагироваться. Я читаю и, в общем-то, забываю о тех людях, которые пишут плохо. Они у меня в основном все идут в бан, потому что я больше не хочу читать какую-то ерунду. Особенно если мнение высказывается не только по поводу меня, но и по поводу моих подруг, близких моих людей, которые могут попадать в видео или не попадают в видео, однозначно идут в бан. Так вот, неконструктивная критика – это мнение людей, которых не спрашивали об их мнении, которые не являются экспертами в определенных областях, и которые просто решили таким образом немного возвыситься за счет другого человека, которого они таким образом оскорбляют. Многие, кстати, блогеры очень плохо относятся к таким комментариям и переживают за это, потом гоняют в голове. Может быть, сто хороших комментариев и только один вот такой негативный с неконструктивной критикой. Человек будет ходить 2-3 дня, загоняться, думать об этом, и у него будет плохое настроение. Я считаю, что просто надо немножко привыкнуть и научиться абстрагироваться от этого. Поэтому я на своем канале, во-первых, не хочу видеть такое. Я стараюсь все-таки позитивное что-то до вас доносить, что-то полезное. И я ненавижу, когда начинаются перепалки в комментариях. Я сразу удаляю комментарий, который начал это все. Даже если он хороший и под ним очень-очень много разных оскорблений друг друга, особенно девчонки очень часто это делают, я сразу удаляю первый комментарий, чтобы потом вот это вот не распространялось. Потому что, во-первых, неприятно мне это читать, во-вторых, неприятно читать другим людям и неприятно тем людям, которые друг друга оскорбляют, получают в ответ оскорбления. И это как бы влияет на нашу психику и нервную систему. Зачем трепать все нервы? Но я безумно счастлива. У меня таких людей очень мало, которые пишут гадости. И я очень счастлива, что у меня на канале самая лояльная аудитория вообще из всех, кого я когда-либо знала из блогеров. Потому что мне говорят, мы там десятками удаляем комментарии за день. Плохих, там разных оскорбительных девочки. Хорошо, если за видео будет, ну, два комментария каких-то негативных. Я понимаю, что я, ну, как бы не могу всем нравиться. Кто-то во мне разочаровывается. Но я прошу вас не очароваться мной. Потому что я все-таки личность. У меня есть свой характер. Так же, как и у вас. Вы можете сегодня быть доброй. Завтра быть не в настроении тоже что-то, допустим, сделать или сказать. То же самое, на самом деле, со всеми нами. И со мной, естественно, я могу высказывать свое мнение. С теми же самыми масками. С теми же самыми законами. Или, например, выбор в Беларуси. У меня просто есть своя точка зрения, которую я не то что отстаиваю. Ну, просто я ее придерживаюсь. Я ее никому не навязываю. И прошу не навязывать мне свое мнение. Поэтому, если вы хотите высказаться, то, пожалуйста, в комментариях вы можете всегда высказаться. Но без оскорблений и навязывания своего мнения другим людям. Поэтому я вас очень прошу, даже если где-то еще раз в моих видео про мелькнет, там, про маски или еще про что-нибудь, то, пожалуйста, будьте немного сдержанней. Потому что вы полетите в бан за оскорбление людей. И меня в том числе. Для меня так комфортно. Я так себя чувствую безопасней. А еще самый такой бич, если честно, я вообще не знаю, как девчонки выдерживают, которые занимаются модой, да. И они подбирают какие-то луки. Господи, чего я только не читаю под видео таких людей. Мне искренне жалко девчонок, которые стараются, делают, а там пишут им нелицеприятные вещи. Хотя люди тоже не являются экспертами. Это неконструктивная критика. Мы все люди разные. У каждого есть свой вкус. Для кого-то что-то неприемлемо, что-то фульгарно, что-то не по возрасту. Для кого-то, например, это прикольно. Это может быть даже как-то нестандартно. А для третьих это идеальный образ, идеальная одежда, идеальные вещи. Неважно, как они сидят, для них это идеально. Мы все разные, у нас разные вкусы. Еще раз хотела сказать, что не нужно навязывать свою точку зрения. Для кого-то стиль определенный, например, в одежде является эталоном. И человеку комфортно ходить в такой одежде. Для кого-то это неприемлемо. Ну вот если для вас неприемлемо, вы это не носите. Если для вас это приемлемо, вы, конечно, берете на заметку и носите то, что вам нравится. Так, девчули, я уже оборудовала столик. На самом деле я разложила там все. Органайзеры я пока так и не нашла. И делала с легким испугом. Пока что взяла подручные средства. Хотела сделать органайзеры из коробок, но... Из картона. Но у меня что-то переклинило. Я не стала этого делать. Я лучше потом, может быть, привезу, померю ящик. И привезу, может, какие-то из Икеи, потому что здесь далеко ехать до Икеи. Так, по поводу проводов, девочки. У нас поставили новый роутер. И, Саша, на консоль стоит здесь. Она уедет. И проводов вообще не будет. Моя консоль стоит вон там. И будет проще намного спрятать провода. Ему удобно, чтобы она стояла здесь. Что я тут наделала? Во-первых, кисти я не буду ставить на столики. Это однозначно нет. Я их прячу в ящик. У меня нет никаких проблем. Цуточки надо уже выбросить. Очень красивые нарциссы у меня тут стояли. И очень многие говорили, что это непрактично. Зеркальный столик, видны пятна. Вот после каждого макияжа, в общем-то, я протираю стол. Для меня нет этой проблемы. Взять пшиковку и тряпочку протереть. Все прекрасно протирается без каких-либо разводов. И что я тут натворила, девочки? Я разложила свой минимальный запас косметики, который будет, ну, ездить, во-первых, со мной. А, во-вторых, тут очень много что останется, потому что летом мы уже скоро приедем. Так, я взяла органайзер. Смотрите, какой блатка, деревянная, считайте, корзинка длинная. Я сюда сложила пудры, бронзеры и хайлайтеры. Дальше у меня был такой небольшой контейнер. Сюда я сложила продукты для бровей, базу под тени. И, в общем-то, все прекрасно поместилось. Кстати, тут уже надо немножко разобрать, потому что уже два продукта закончилось. Так, у меня здесь лежат тональные основы, которые большие и особо не помещаются. Взяла коробочки от Glambox. Одну пришлось обрезать, вот эту, потому что она очень высокая. Но я ее потом заменю на более низкую. У меня скоро придут еще коробочки красоты. У меня здесь, кстати, кстати, девочки, новинка от Bel Air Design. Я вам обязательно про нее сниму, точнее, вставлю в видео обязательно. Вы должны это увидеть. И Вивген Сабо у нас новые тональные основы. Тоже расскажу про них. И, короче, тут мои тональные основы и базы. Сюда я сложила консилеры. Кстати, завтра, наверное, я пойду покупать новый Bel Air Design. Софт Фокус. Он у нас, кстати, здесь продается, потому что мой уже подзакончился. И он мне уже нужен. Также сюда поместила туши, карандаши, подводки. У меня там лежат подводки. И пинцет, на всякий случай. Помады пока никуда не перестроила. И масло для губ. Все лежит, вот как видите, вот так. Я с собой взяла Вивьен Сабо. Я вам уже показывала. И Стеллари. А что касается теней. Девчонки, вот у меня я взяла же палетку от L'Amel. Также сниму вам видео. Наверное, Вивьен Сабо надо будет объединить. И у меня есть вот такая палетка Chocolate. Также у меня здесь пока лежит маленькое зеркало. И палетки теней. У меня здесь оставалась вот эта вот Polynesie. Очень классная палетка. И она здесь и останется. Также все мои любимые. И все поместилось. Все у меня тут, все, что мне нужно. Как видите, все на месте. Все помещается. Настало время моих любимых духов. Это Труссарди, Деликэт Роуз. Я их просто обожаю. И я дышусь ими. Леди Миллин. И беру еще Доча Габана, императрицу. У меня муж обожает эти духи. Особенно в такое время года. Он говорит, это всегда отпуск. И зеркало. Зеркало будет икеевское. Такое же, как в Софрино. Оно сюда подойдет идеально. Вот если смотреть, у меня все квадратное, все прямоугольное. И сюда пойдет квадратное зеркало. Прямоугольное сюда не подойдет. Однозначно, вот как телевизор. Мы уже тут в 3D-проекции примеряли на эту стену. Нет. Будет очень хорошо квадратное зеркало. Круглое сюда однозначно не подходит. Потому что у меня везде, везде все квадраты. Девочки, два дня не убирала. Сейчас пойду поменяю полотенце, постельное белье. Пыль. Вот буквально, буквально, девочки, клянусь, он буквально один день. Посмотрите, я даже трогать это не хочу. Вот так, понимаете? Вот так собирается пылюка. Девчули, у меня не рука трясется, это моя машина трясет. У нас так сильно задул ветер. Просто как бздец. Это называется нордост. На улицу мы пока выходить не будем, потому что будет дуть 3 дня. Вообще капец, как машину кидают. И что хотела сказать по поводу девочки-бровей. И у меня, во-первых, высыпало здесь очень сильно. Прям болело вчера. Брови я уложила позавчера. Вчера очень сильно здесь болело. У меня все равно была реакция. Прям, знаете, корочка все покрылась. Еще высыпало что-то меня тут. Два порща, кто-то влюбился. Скажу так, мне не нравится этот эффект. Знаете почему? Потому что мои брови, они как будто прилизанные. Как будто их приклеили. Это некрасиво. Мне не нравится такой эффект. Я не знаю, как теперь все вернуть обратно. Как их распушить. Они, конечно, да, податливые очень. Но это не то, что я бы хотела. Скажу честно. Ну, я больше этого делать не буду. Кому-то, кстати, это очень нравится. Мне не нравится абсолютно. Вы только посмотрите, как клонит деревья. И это еще не сильные порывы. Но машину трясет так основательно, если честно. Прям даже немножко страшновато. Я на улицу не выхожу. Мы опять пришли в Зарбазан. Я, как обычно, ем шашлык. Еще взяли. У них новое блюдо появилось. Это камамбер с фокаччо и соусом песто. Он там прям мягкий, запеченный. Такой в сковородке испекается. Сашлык взял себе лепешку и куриную лапшу. Очень вкусная, говорит. Очень вкусная куриная лапша. И еще нам нужно принести люля. Здесь поменялся интерьер. В основном в зале я вам когда-то показывала. Теперь они сделали вот такую нишу с цветами. Там разные статуэтки стоят. По-другому оформили стены. Ну, атмосфера так стала, конечно. Очень красиво. Сашлык было на самом деле очень вкусно. И мы не доели. Не доели, потому что не влезла. Я уже дышать не могу. И знаете, что меня удивляет? Зарбазан это такое заведение, которое известно в городе, Геленджик. Но неизвестно приезжим. Поэтому, девчонки, если вы хотите вкусно поесть мясо и вообще все, все, что мы там заказывали, все было безумно вкусно. Муж мой сказал, что сегодня было бы вообще просто потрясающе. Они немножко обновили меню. Вот мы заказали этот камамбер. Вкуснейший. Очень было реально вкусно. И если вы хотите вкусно покушать в Геленджике, отдохнуть под хорошую музыку, в хорошем интерьере, с красивой посудой, то вам идти нужно именно в Зарбазан. Мне очень жаль, что пока закрытый Беладжио, который был на набережной, там тоже было очень вкусно. В Зарбазан ближе к нашему дому. Я вам говорю, идти 4 минуты пешком. Я надеюсь, этот влог был для вас интересный, может чуточку полезный. Жду вас, конечно же, в комментариях. Всех целую. Всем пока.